всем привет вы на канале и мы сегодня как вы видите вот там значок за нами это наша значок нашей средней школы джефферсон и гимназия да в общем символ ее это ягуар джи м с джефферсон мидл скул ну ты видишь что в конце там где писали про правила скажем поведение до дима сей ну в общем сейчас мы пойдем на небольшую экскурсию будем рассказывать потому что мне кажется что здесь ветер и ну давай мы походим хотя бы просто посмотрим пойдем кафетерий интересная она похожа на кафетерий с кино и на кафетерий в технику и в колледже все мы идем потом они 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 Продолжение следует... 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 Он, знаешь, человек через и через и через, и он был здесь много времени. Я знаю, что эта школа имеет все значение для мистера Чейни. И он может рассказать о каких-то других частях. Нужно что-то рассказывать, если оно будет слышно. В общем, сейчас мы находимся где-то в центре или в одной треть ближе к забору. То есть, ну, школа очень большая, мы сейчас, наверное, пойдем вот там пройдем. Здесь какое-то место. Зай, ну, на лавочках можно посидеть, когда ты это самая. Когда время есть. После школы приходи. Ну, смотри, как красиво. Ну, согласись. Красиво, очень красиво. Здесь, наверное, место. Здесь, наверное, какие-то памятные на лавочке установлены. А, это, наверное, нужно пойти много джимов. А там вот, да, спортзал, да? В общем, в школе очень большое внимание уделяется спорту. У детей будет всего несколько предметов. Это английский, математика, спорт, наука, потом social studies и все, наверное. И один предмет, который они смогут выбрать на свой выбор. Три. Нет, ну, он идет как один предмет, а в него входят три предмета. Можно выбрать из трех или даже из четырех, по-моему. Да, да. Один из них, значит, можно играть на музыкальных инструментах. Второй... Петь в хоре. Петь в хоре. И что там еще? И другой, альтернативный. Я, если честно сказать, не могла перевести для себя его название. Но туда входят, ты будешь учиться ходить, быть лидером. А, да, 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 да. Ну, в общем, с тебя будут растить менеджеры высокого звена. Я так понял, когда прочитал. Ну что, пойдем, обойдем вокруг, наверное, глянем. И потом, что, можно зайти в зал посмотреть или нет? Просто они, по-моему, говорили, что можно переодеться в спортивную форму 7 минут. Ну, хорошо, что они по горящей спичке. Будут тренироваться, как в армии. Сейчас дома надо и будут тренироваться. Аль, ты знаешь, у нас Антоша, у нас дочь по горящей спичке может одеться. А вот Антоша как бы нет. Так, ну там у нас просто зал заканчивается и просто стадион. Пойдем попробуем открыть мяч. И, кстати, вот этот вот спортзал, по-моему, построили вот в этом году. Уже три назад. Да. Нет, так его в этом году построили. Вот впереди, смотрите, раз, два, три, четыре, пять. Пять баскетбольных площадок. Раз, два, две волейбольных площадки. Ну и очень два больших, таких огромных зеленых газона. Ну давай подойдем, попробуем, мы же интересуемся. Да, видишь, все ходят, смотрят, почему нам надо. Потяни за ручку. Ну нет. Закрыть? Ну мы через окошечку посмотрим. Зал классный. Сейчас, блин, ну мы... А вот немножко можно заглянуть. Тоже написано Джефферсон. Баскетбольные пульсы. Ну, в общем, хороший зал, такой оборудованный. Ну мы его снимем, наверное, когда-то мы у него сможем попасть. Мы сможем на него попасть. А, будет же... Двадцать шестого мая. Четвертого, наверное. Двадцать шестого, наверное. Ну, в общем, какого-то. Двадцать какого-то. Вы видели, там на доске было написано. У нас дома было. Туалеты. В каждом блоке есть туалеты, смотри. А сколько блоков? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Где-то шесть блоков. Вот такие вот блочные классы. А посмотри, какой будет этот самый суперсильный газон. Мне кажется, лучше, чем он. Так я же говорю, стадион огромный. Стоят футбольные ворота. И стоят эти вот ворота, где играют... Бейсбол. Бейсбол, да. Да. А, для физкультуры нужно купить форму. Да, уже... Кроссовки не нужны. Нужно купить только... В смысле не нужны? Кроссовки нужны, просто они неформенные. Ну, покупать... Подожди, они неформенные. Ты можешь в любых прийти. А вот уже... Ну, маечка и шортики. Шорты и майка. Да. Это 25 долларов будет стоить. И замок на ящик. На какой-то... А, на вот такой ящик. Вот на этот ящик. Вот ящики, в которых дети могут хранить форму и могут хранить свои учебники. Ну, как форму здесь хранить? Наверное, на другой ящик. Наверное, на другой ящик. Потому что как тут форму хранится? Тут же замок уже есть. Наверное, в спортзале есть свои ящики. Ну, все, знаем. А смотри, как их много. Смотри, вот тут под каждым классом стоят. А там, смотри, какая стена. Но это неудобно. Классу удобно, да? Может быть, шестые классы будут иметь свои классы. А седьмой, восьмой будут гулять уже. Но очень интересно. И там, получается, вот они такими домиками стоят. Видно по крыше. Пойдем, подойдем, покажем. Они двухсторонние, получается. Но родителей на собрании было очень мало. Такое впечатление... У нас 650 учеников должно было, а родителей было. В этой школе. Да, она сказала, что... По 300 учеников где-то со школы придет. В этой школе объединяются две элементарии школы. Анза элементарий, в которую ходим мы. И Викторий, в которую мы могли ходить. Наша соседняя школа. Ну, вот такие вот двухсторонние шкафчики. Но они, конечно... Они маленькие, но они достаточно широкие. Нет, смотри, вот по ширине я сейчас пока... Сантиметров сколько? Сантиметров 40 он будет в глубину. Ну, 30 так точно. Хороший шкафчик такой, финишки можно сложить. Учитывая, что у них там 5-6 предметов. Но мне больше всего нравится кафетерия. Я вот просто балдею, что от того нашего кафетерия. Но этот еще больше. Он такой прямо вот... А представь, когда эти деревья растут. Да, да. У нас же уже старые деревья. Прямо как в кино. Так все. А смотри, какие эти красивые лампы. Ну, правда, они гореть когда будут? Ночью? Ну, мы учимся все время присвесить. Ну, всякие же мероприятия проводятся. Ну, очень-очень мне нравятся кафетерии. Вообще-то, интересные и классные. Мы им только пытались объяснить, как ходить в туалет. Мы за это очень волновались, что они не могут говорить. Сейчас я очень волнуюсь. И мы узнали, что наш сын поедет как бойскаут в Биг Бэр. Он просто этот на 2 дня... Сережек, я... Я поеду и рядом со своей палаткой. Я выпью, наверное. Зинька, давай же вам позволили. Нам можно туалет посмотреть. Это мальчиковы так-то не ходить. Мэн, ну ты скажи, я не пойду. Ну, вот такой вот туалет. Но он небольшой, ты знаешь, я тебе скажу, зайка. Одна кабинка и один писюар. А почему он такой маленький? Зато у них мыло жидко в таких стоит штуках. Не в таких, как в нашей школе. Ага, удобное мыло стоит, да. Ничего удобного. Детей лучше так нажал и все. А эту, мне кажется, в нашей школе получше. А вот женские. А с девчачьим немножко больше кабинок, да? Да, в общем, детство у Антоши заканчивается. Начинается серьезный бизнес. Посмотри, какая красивая. Там кроваво не слезами плачет. Это мне очень нравится. Я прям обожаю вот этот вот. Такие стены есть во всех школах, да. Когда делают эти на память классов 2012. Представляешь, какие старые эти? Скоро и наша здесь будет весельная? О! Я думаю, это Антоши сделаю. А нет, уже есть. О! Смотри, ютуб. О! Глаз! А мне джойстик нравится. Хочешь быть доктором? Да. Будем. Да, да. В общем, школа немножко больше, немножко серьезней. Мне очень приятно, в принципе, с директором понравилась. Она очень приятная. Немножко меня напугала, это мисс дисциплина. Что такое? Я сейчас рубнулась и запикать. В смысле? Вторая. Ну, она сказала, когда... Которая, помощник директора? Когда она сказала свою фамилию, говорит, вообще вы знаете, типа, что... Ну, грубо говоря, тут на районе я, когда говорят мою фамилию, все студенты говорят мисс дисциплина. Говорит, типа... Ну, она знаешь, что сказала? Мы сейчас меняем, типа, наш, ну, путь, как бы, мы за... Свободу. Не за свободу, она сказала. Ну, я для себя поняла, что их будут в более позитивном, скажем, варианте учить, быть дисциплинированной. Ну, и также они сказали, что, грубо говоря, это... Ну, это как... Плацдам переходов в хайкскул. В хайкскул. То здесь есть... Она все время про это говорила. Здесь есть... А пойдем покажем... Зайдем, там же открыто еще в кафетерии. Давай покажем форму. Все, 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 вернее. Ну, в общем, это как старт. Да, здесь уже есть вот этот лидершип-команда, которые там что-то за скороршип какой-то отвечают. Здесь можно уже вот этими быть... Ой, это слово забыло. Ну, ладно, забыл и забыл. В общем, хлопотно и тревожно. В каком классе они поедут? В шестом или в седьмом? В шестом. До нового года. Котик, он уже практически отъезжает. Уже нам началось. Уже рюкзак буду собирать с консервами. Котик, вот интересно. А когда они в Каталину поедут туда 2 часа кораблем? Подожди. Ну, так я тут же подумал. Ну, офигеть. Это когда? Я не понял, когда и кто собирается ехать. Шестые классы едут в какое-то одно место. Седьмые классы. Я не понял. Мама, сделай ручкой, бабушка. Ну, подожди, я тебя еще не снял. Давай фотку. Спроси про форму. Уточни насчет вот этой теплой формы. Хорошо, хорошо, хорошо. Я скажу, это для нашего Ютуба. Вот такая спортивная форма. Это замочек для шкафчика будет. Вот это вот маечка такая. Так. И шорты. Это комплект, который надо купить обязательно. Все с символикой. А вот это вот такой уже более теплый комплект. Такая байка. Тепленькая. И с этой баечкой еще штанишки. Такие спортивные штанишки на манжете. В общем, обязательно покупать вот этот легкий вариант. Майка и шорты. Но когда прохладно, нельзя одевать под эту майку, майку с длинным боковом. Тогда надо одевать вот эту. Поэтому сказали, если вы боитесь, что будет холодно ребенку, то лучше купить тогда вот такой комплект. Ну и лучше взять пару комплектов, чтобы можно было перестирать. А здесь вот это вот, Маришка пытается сказать, что это работает и как актовый зал, и как кафетерий. И, по-моему, тоже мы со спортом что-то делаем. Нет? В общем, это такое вот... То, что в наших школах называлось актовым залом, было очень помпезное. Здесь это универсальное помещение, которое используется для очень многих мероприятий. И вот у Катарины, например, сейчас было мероприятие «Раунд Калифорния» оно называлось. Они рассказывали про Калифорнию. Оно проходило в таком же кафетерии. Сейчас у Антоши будет мероприятие, посвященное революции. Тоже будет проходить в кафетерии. Ну, в общем, это вот такое универсальное место. А та женщина, которая в белых штанишках стоит, это директор этой школы. Маришка хочет задать пару вопросов, которые нас волнуют. Что ты хочешь спросить, скажи? Я хочу представиться и рассказать о нашей школе. Да? Ну, конечно. Это хорошо. И спросить что-нибудь. И так, только что мы представились нашему директору. Я опять забыла ее. Ну, нам трудно пока запоминать с первого раза эти имена, потому что у нее, опять же, не американское имя. Правильно? Нет, я подозреваю, что… Я не подозреваю, а мне кажется, что она из Индии. Займила, она могла здесь родиться и в каком-то поколении. Нет, так понятно. Это абсолютно… Ну, выглядит она, да, как будто она. Похоже на… Похоже на… Да, из Индии. Это Индия, это Востополь? Нет? Да? Ну, неважно. Смотря с какой стороны смотреть. Смотря ни как. В общем, мы сейчас вышли просто, скажем так, ну, не с черного хода, а с какого-то… Да, паркинг. Да, паркинг. И, наверное, туда ходят учителя. Вот. По большому счету… Да, да. Дело в том, что… Сегодня на ней разрешили, наверное, остановиться, потому что… Потому что… А уже в High School, там уже стоянка большая, там уже дети могут приезжать на машинах и парковаться. Просто в эту школу еще дети не ездят. Да, конечно. А в High School уже дети могут ездить. Вот. А сейчас мы сделаем вот так. Получается вход, главный вход в школу, куда уже дети входят. А вот только я флаг не вижу. А, флаг будет вот здесь. Вот, флагшток. Ну, флаг на ночь всегда снимают в школах. Ну, у нас не на ночь снимают, а когда заканчиваются уроки. Ну… В 30 последние как бы дети расходятся, и наш фрагамен снимает флаг. Вот. И, в общем, вот это вот главный вход в школу. Он закрыт. Вот здесь написано, что эта школа входит в золотую ленту тоже нашего… вернее, не нашего школьного дистрикта, а калифорнийского. Да. Это вот этот вот значок. Вот, собственно, он и есть. Золотая лента, которая золотая лента. Ну, это точно так же, как наша Анза Элементарий. Второй значок это… Зайка, она еще принадлежит к какой-то тоже золотой листу. У них еще есть. Я не знаю, что это такое. А, да, этот же значок только здесь. Да, у нас нет… На Элементарий школе я не видела это, что это значит золотая золотая. Она про это говорила, она подчеркнула это как преимущество нашей школы. Но я не знаю, что это, я должна почитать. Ну, и вот получилось, что большими буквами написано название и адрес этой школы. Поэтому, если кто хочет, может глянуть ее прямо на Google Maps. Вот. И прямо увидеть ее с высоты птичьего полета там. Ну, полностью ее можно рассмотреть. Рассмотреть можно на Google Maps во всех красках, как любое здание. Когда мы просто уезжали из Беларуси, наш домик выглядел как-то мутно и… Он никак не выглядел. Мы ведь знали, что это наш домик, потому что у нас была красная крыша. Ну, дело в том, что и забор, который мы поставили, тоже был виден, но его нельзя было приблизить и рассмотреть. И человечка нельзя было ставить, чтобы ходить там. А здесь вы можете запустить человечка и полностью походить, так сказать, и в школу зайти, и выйти, и все дела. Я взволнована. Пойду-ка я в Валерьянку и Ивану хлебальничком. От чего взволнована? Потому что столько правил. И правил каких ты понимаешь, что, наверное, надо будет Антона как-то очень контролировать. Потому что в нашей школе правил меньше, мне кажется. Ну, меньше правил, меньше… Ну, уже здесь становятся дети более взрослыми. То есть… Мне кажется, у нас в колледже тоже как-то поменьше правил, чем в этой школе. Они более взрослыми становятся, у них больше ответственности, и поэтому как-то и уже к более серьезному их готовят. И все время указывалось на то, что это плацдарм и подготовка к переходу в High School. Ну, я уже представляю High School. Оттуда я буду выползать с первого собрания, да? А, 26 августа – первый день обучения в школе. 20 августа у детей… Давай мы ставим, чтобы у нас белая не горела. 20 августа у детей будет полдня для того, чтобы они придут в школу как по-обычному учиться в школу. Потусоваться чисто. Они здесь погуляют, познакомятся. Здесь будут восьмиклассники, которые смогут отвечать им на всякие вопросы. И у них будет совместный ранч. Они покушают вместе, чтобы как-то подружиться, что ли, я думаю. Но всегда еда сближает. С восьмиклассниками им дружиться не о чем? Нет, они со своими детьми будут дружиться. А, между собой. Они покушают вместе. Потому что восьмиклассники как раз уже в следующем году и пойдут в High School. А 21 августа все должны быть здесь. Как она сказала, одеться как-то красиво, потому что их будут фотографировать для, скажем как, для ярдбок. Она называется ярдбок. Ну, в общем, по-русски говоря, на альбом. Мы покажем. У нас есть такая книга. Мы обязательно ее покупаем. Эти книги в конце года про наших детей. Там о каждом классе. Ну, обычно она очень креативно сделана, очень красиво. Что еще? Книга, альбом, журнал. Фотографии. О всей школе. О школе. О детях туда и маленькие фотографии. Из главных мероприятий. Фотографии. Это очень интересно. Что еще? 21 августа будет. 21 августа они студенческие получат. 21 августа они, мы должны купить форму. Она сказала, приходите со своими... Поплищем? Чеками? Да. Она сказала, с... Книжкой. С чековой книжкой. Вот. Комплект шортики, маечка. Ты, наверное, говорил, что 25 долларов стоит. Ну, мы, наверное, будем покупать столько комплектов, сколько у нас физры будет на неделю, потому что, ну... зашелил. Чтоб он не стирал вечером, на утро форму не готовился. Ой... Становится прохладно. Что-то я уже все притормаживать начал. В общем, вот для тех, кому интересен вопрос школы, мы для себя открыли что-то новое и сразу с вами этим делимся. Ну, вот что мне понравилось. Значит, опять же, здесь будут бесплатные обеды для семей, которые нуждаются так же, как и в младших школах. Я не знаю, как в старших школах. И диетическое питание. Сказали будет, если кому-то требуется особое питание. Блютен-фри, сказали, можно диету делать. И еще что сказали, что если вы не можете обратить спортивный костюм для ребенка, который обязателен, то нужно просто подойти в офис школы и сказать, и вас сконнектят с ПТА. Я мембершип, ПТА если что. Паренстич ассоциейшн. Это, ну, где, короче... Ай, ну, короче, мы собираемся там иногда посидели, что-то проголосовали, куда бабки тратят. Ну, короче, это более, более крутое родительское собрание. Родительский комитет. Ну, не все в него входят. 7 долларов стоит мембершип. Минутку. А, так вот, если вы нуждаетесь купить форму, но у вас нет денег, вы можете подойти. Вас сведут с кем-то представителем вот этой Паренстич ассоциейшн и они вам выделят деньги на покупку формы. Ваш ребенок без формы не останется в любом случае. Но это будет одна форма. Если вы хотите там две, три, то это уже за свои деньги. Ну, в общем, ребенок не будет выделяться, его не будут там как-то... Тыкать пальцем и прочее. Но, если ваш ребенок забрал... Ну, тыкать пальцем и так не будет, но просто одежда надо. В смысле, ну, не одежда форма. Он теряет поинты, если он забыл ее принести. Нет, я о другом говорю, что тыкать пальцем и так не должны, потому что здесь немножко все по-другому. Но, в общем... Ну, ребенок сам себя может некомфортно чувствовать от того, что все, знаешь, в форме, а я тут без формы. Поэтому все вопросы решаемы. Опять же, она сказала, что она всегда доступна для любых вопросов. И когда я представилась, я рассказала о нашей семье, что мы переехали, бла-бла-бла, что у нас есть сын, у нас есть дочка, там, у нас еще есть один сын. И потом Сережа подошел и представила все. Она сказала, что она очень рада, что у нас проходят мультикультурные дни, и что сейчас у нее 29 культур, по-моему, учатся. На 29 разных языках говорят студенты. Поэтому она говорит, мы очень friendly, очень welcome. Ну, и всякое такое. Ну, впечатление осталось очень хорошее о ней. А от вот этого, блин, от дисциплины, да вот, мне сам может быть. Поехали домой. Поехали. Вы были на канале... Наша жизнь в Америке. New life is my life. Это наша новая школа на следующий год для нашего старшего сына. Потом для дочки. Задавайте вопросы. Давайте обсуждать и сравнивать обучение в Америке и в Беларуси, например, потому что мы знаем, как там было. Что меня больше всего, например, удивило, это то, что мы увидели вот эти вот пять-шесть предметов, из которых одна физкультура. Наверное, даже пять. И я вспомнил свой аттестат, блин, за восьмой класс, где, блин, на формат А4 не влазили предметы. И ёлки-палки, блин, какая руслобуха. В общем, вот так. Так что давайте будем обсуждать. Попозже мы, конечно, расскажем и покажем, какие уже там будут у них книжки. И классы, мы 21-го можем классы внутри посмотреть. Да, мы запишем вот это видео, будет новое видео, совсем скоро, в мае, в конце мая. Всё, на этом конец. Пишите ваши комментарии обязательно, задавайте вопросы и увидимся в следующем школьном видео, ну или раньше. Кто следит не только за школой, а за колледжем, за распаковками, за магазинами и скоро ещё появится работа. Бай-бай. 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 Продолжение следует...